здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала дамы из клуба по интересам ну и те кто случайно заглянул на мой канал мы сегодня будем говорить про блогершу из англии с канала страничка надежды что я хочу сказать кратенько потом перейдем главной части этого ролика про шмеля жизнь у натики наладилась ровно с той минуты как она продала свой дом в деревне удачно с прибытка и начала шоковать поперлась на рынок но купила продуктов всяких там как их называют кому не надо голов там чего-то еще в общем костей почему ненормальную рыбу видеть какую-то рыбу варила потом замороженную рыбу туда бросила в общем о кулинарных ее шедеврах говорить я не буду настолько все это мне не нравится в общем наварила наверное на целую неделю будет кормить этим детей и то и все и третье и четвертое и тесто намесила на целую неделю лепешки будет печь расщедрилась либо от хорошего настроения либо от прибытка теперь она не экономит на еде на детях всяку дребедень покупает и готовит ну это ее дело пусть она хоть чем кормит своих детей хозяин как говорится барин а она у нас барыня и рассуждает о том как она будет практически без электричество жить в своем доме у нас в россии живи раз тебе так нравится видите ли она хочет быть независимой от электричества но деньги с ютуба она будет получать они тебе там руки то не жгут эти денежки которые ты получаешь и которые тебе посылают а она же все с электричеством связано поговорим мы сегодня про траурную процессию про похороны шмеля маленькая вводная вот надька своей дочке четко объяснила как получается как размножаются животные как размножаются люди правильно от начала так сказать процесс весь видимо как они рождаются показала но и чем все это заканчивается похоронами видим и не первый раз они уже хоронят там кого-то потому что девочка в курсе и даже знает что нужно сказать наверное у них весь садик вот в этих так сказать могилках но что меня удивило почему они положили камень они сделали крестик на могилке у шмеля подозрительно она себя верующей православной позиционирует а положила извините как мусульмане камень я вот жила в башкирии раньше это сейчас они там памятники ставят а раньше закопали камень положили и все нормально и вот она тоже шмеля еще шмель мусульманин что ли я так думаю нет он какой-то другой там сказать другого так сказать вероисповедания но и теперь по традиции чуточку стихотворных строчек бедный шмелик взял и сдох надьку выдержать не смог дочка гаша попросила чтоб мама шмелика похоронила ну картина просто жуть тронулась процессия в путь мать несет шмеля в руке за ней дочь на поводке песню жалобно поют и по саду все идут песню дружненько допели и с могилкой успели чтоб добро не пропадала могилку в садике копала упокоили шмеля трупик точно уж любя покойся с миром вякнули и камешком прибрякнули саду видимо погост далее поминки в пост девять дней отметить надо шмелю будет то награда гаша ягодку сожрет и молитву пропоет за упокойную очень спокойно а потом и сорок дней надьки видимо видней чему дочку обучать из чего урок начать сначала оснащаются потом размножаются потом жрут и за чужой счет живут потом умирают и могилки копают но вот такая вот процессия случилось у надьки в ее заросшим саду когда я смотрел этот ролик этот погибший шмель затмил все ее огородные страдания удивительно хоронить шмеля у надьки время есть ходить щупать каждый цветочек зачем то там в ее садочке у нее тоже время есть ролики для нас снимать время есть а ребенку голову в порядок привести у нее времени нет ходит у нее это гаша а гаша как лохудра радует только одно что хоть на поминках у шмеля дети будут сыты рыбным ли супом лепешками ли маслами или каким-нибудь еще объедками пока пока заходите будем еще говорить про надьку она еще что-нибудь от чудачит